Сотни уникальных экспонатов представил Государственный архив Ульяновской области на новой выставке, посвященной юбилею Симбирско-губернской ученой архивной комиссии. Пробудить в Симбирском обществе любовь к истории местного края. Так называется новая выставка. Эти слова взяты из сборника в память десятилетия Симбирско-губернской ученой архивной комиссии. Она была создана в 1895 году, ровно 125 лет назад. На рубеже 19-20 веков эта общественная организация являлась главным научно-исследовательским и культурным учреждением губернии. И в ней трудились энтузиасты. Если вспомнить знамитые высказывания Белинского «Все мы вышли из Гоголевской шинели», можно сказать, что наши музеи, архивы, библиотеки во многом тоже вышли из Симбирско-губернской ученой архивной комиссии. На выставке впервые об архивной комиссии рассказано через экспонирование материалов из личных фондов отдельных личностей. Среди них почетный член Симбирско-губернской ученой архивной комиссии губернатор Владимир Акинфов, основатель архивной комиссии Владимир Поливанов, хранитель музея архивной комиссии Петр Александров, общественный деятель князь Сергей Михайлович Баратаев и Екатерина Максимилиановна Персифренч, последняя представительница рода киндяковых. К революции в ней было 141 человек. Мы здесь видим список, составленный Мартыновым на 13 января 19-го года, хотя фактически некоторые к тому времени уже покинули город. Отчет о первом годе деятельности комиссии, составленной Поливановым. Ну и благодаря комиссии город впервые начал отмечать день рождения. Материалы о праздновании в 1898 году, 250-летие основания Симбирска, первого юбилея в истории города, тоже можно увидеть на выставке. Кроме того, в экспозиции представлен уникальный подлинный чертеж дома памятника Гончарова на Новом Венце с автографом Августа Августовича Шаде. Эта архитектурная жемчужина опять же появилась благодаря архивной комиссии. Третья часть выставки знакомит с малой толикой документальных богатств, собранных членами архивной комиссии. Это свитки 17-го столетия, грамоты на пергаменте, царские портреты, старинные месяцы слова. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улл Правда ТВ.